Протягиваем выпуск. Делегаты Уси Белорусского Народного Сходу делятся своими уражениями от подеи, а так само обзначают основные на керунке работы на ближайшие годы. Член Совета Республики Национального Сходу, старшиня Комельского областного объединения профсоюзов Алексей Неверов, застрялся с нашими корреспондентами. Как у меркования на контголовных питаний в форуме, доведался Миколай Скентеян. Найбольше актуальная – конституционная реформа. Тема складана и шматгранная. Выники диалоговых пляцовок, які стануть основой реформы, выкликали шмат полемики. Особливая увага такому аспекту, як дейность политичных партий. Что касается политических партий, так же был затронут вопрос о их формировании. Но на основании социологических опросов, в принципе, рейтинг доверия политическим партиям на сегодняшний день не очень высок, я бы сказал от 3 до 5%. Поэтому формирование политических партий – это, я думаю, не скоротечный процесс. Он должен проводиться, на мой взгляд, и на взгляд многих делегатов, довольно-таки основательно. Формирование партии, какие-то новые критерии по созданию партии, по численности и так далее, и так далее. Керавництво державы надое великое значение белорусско-российским относинам. Усходний сусед для Беларуси – надейный партнер и сябр. Алексей Невера узгодны, что падеи минулого года доказали гэта. Именно удержание государственности, не вмешательство в дела нашей страны извне, и тем самым доказать, что союзное государство действительно является реальной структурой, которая действует и которая помогает нам осуществлять все наши планы. И еще одно важное питание – социальная политика. Подрымка пенсионеров, социально уразливых слоев насельництва, немогшим обеззлаженные податковые системы. Миновитоподатки изъявляются основной крыницей формирования пенсийного фонда. Однако не обходно памятать об равномерности пополнения державного бюджету. Если мы бюджет пополняем равномерно, с учетом всех субъектов хозяйственных, то это будет вполне нормальный процесс, как во всем мире происходит. Но у нас очень много фактов по стране. Об этом сказано было открыто. Выплата заработных плат в конвертах, а следовательно неуплата фонда социальной защиты, а оттуда и формируется пенсионный фонд. Поэтому здесь очень надо подойти всем серьезно к этому вопросу и с полной ответственностью. Иначе другого выхода нет. И были даны определенные поручения главы государства по поводу проверки данных направлений и контроля за пополнением этого фонда. Патриотичная свядомость по вагаду своей спадшины обовяза грамадянина. Для усебелорусского народного сходу это пытание стало одним из центральных. За их актуальностью сгодны и Алексей Неверов. Патриотизм – это не слова, которые нужно повторять на каждом углу и сложно выходить по улице. Патриотизм должен формироваться с самого малолетства. С наших школ, с наших детских садов, с семей наших. Это не должно быть пустым словом. И понимать, что за словом патриотизм стоит, это в первую очередь, любовь к своей родине, уважение к своей родине, уважение государственных символов. И всячески поддерживать направление государства, в котором ты проживаешь. Иначе мы просто обязаны это делать. Мы здесь живем, мы пользуемся этим благом. И я не вижу иного пути. Миколай Аскинсиан, Александр Харлампа, Утелерадо и компания «Гумель». Вся рода делегата ушел с такого сибелорусского народного схода был и начальник Решицкого отдела департамента Аховы Игорь Коршаков. И он встретился с сотрудниками подразделения Аховы в области, чтобы обмерковать пытания, узнятые на форуме. Охудшенные темы закранули у всей сферы жития беларусов. Удельники с устреши погодились. В опущенный час Беларусь подвергнулась ажурской информационной отации. Но народ готов с этим смагаться и оборонять краину на всех узровнях. В большей степени глава государства благодарил силовые структуры за то, что действительно не качнулись, не переобулись, как он говорил. И удержали наше государство на том уровне, которым есть. Хотя приводил в примеры он многие цветные революции, которые были проведены в других государствах. Но у нас он сказал, что это была не цветная революция, это был мятеж. И может быть действительно именно в том масштабе, который пытались проводить иностранное государство, дергая за ниточки, как уководы, здесь некоторых наших людей, подвергая опасности молодежи, потому что у нас молодежи всегда подвергнуты этому, особенно посредством интернета. Поэтому действительно силовики, я считаю, тоже достойно выполняли свой долг.